Как дела? Хорошо. Хорошо. У тебя есть ко мне вопрос? Да, есть пять вопросов. Хорошо, прошу. Это простые моральные вопросы. Кто ты? Ты христианин, атеист или кто? Я агностик-атеист. Хорошо. Откуда ты берешь свою мораль, прежде чем задавать вопросы? Какой у тебя компас для определения правильного и неправильного? Потому что я предполагаю, ты думаешь, что это неправильно, если ты задаешь эти вопросы. Поэтому у тебя должен быть компас, чтобы определить, почему что-то правильно и что-то неправильно. О, на самом деле... Ну, сначала я объясню, как, по моему мнению, работает мораль. А затем мы можем перейти к вопросам, и тогда ты сам все увидишь. Хорошо. Хорошо, я думаю, что мораль субъективна. Хорошо. Они происходят из эволюции мозга с зеркальными нейронами. С пониманием они порождают эмпатию с возможностью думать о себе в восприятии другого человека. Ты что-то читаешь? Да, я написал это раньше, но это мои собственные слова. Без проблем. Итак, позволь мне привести пример. Когда я обжигаюсь, я чувствую очень неприятную боль. Нет-нет, все в порядке. Тебе не нужно приводить пример. Я хочу спросить тебя о том, что ты сказал. Ты сказал, что мораль субъективна. Что означает, что нет объективной морали. И что означает, что нет объективно правильного или неправильного. Это просто зависит от субъективного мнения. Это не то, что означает субъективная мораль. Серьезно? Ты знаешь, что означает слово «субъективный»? Это противоположно объективному. И оно основано на субъекте. Оно основано на субъекте, ситуации и обстоятельствах, и на всем. Итак, у нас есть субъект Мак и субъект Мухаммад. Если субъект Мухаммад говорит, что есть свинину аморально, а субъект Мак говорит, что есть свинину морально, тогда само действие поедания свинины объективно в дне Мухаммада и Мака не определяется, правильно ли это или неправильно. Потому что все это лишь основано на Маке и Мухаммаде. Если нас там нет, это не было бы ни правильным, ни неправильным. Так что субъективно по определению означает, что нет объективно правильного или неправильного. Это просто личное мнение о том, что ты считаешь правильным и что считаешь неправильным. При субъективной морали само по себе действие вне тебя и меня не является на самом деле правильным или неправильным, потому что ему нужны ты и я, чтобы определить это. Это то, что я сказал. Хорошо, даже с субъективной моралью, сколько людей, по твоему мнению, считают, что убийство невинных людей – это неправильно? Это не имеет значения, даже если один, два или три человека. Потому что всё, что они скажут тебе, люди, которые считают, что это нормально, они скажут тебе, это лишь твоё мнение. И мне не нужно принимать твое мнение, потому что это твое субъективное мнение. Я думаю, что это нормально. Ты не можешь навязывать свою субъективную мораль другим, потому что она не объективна. Так что верить в нее большинство или нет, это все равно не меняет того факта, что она субъективна. Но, очевидно, я считаю, что убийство невинных людей — это объективно неправильно. Но для этого у меня есть объективный стандарт морали. У тебя его нет. Как атеист, если у тебя субъективный стандарт морали, если ты дашь мне свое мнение о вопросах, которые ты собираешься задать, Это останется лишь твоим мнением. И твое мнение не примут все люди. Я буду задавать тебе вопросы. Это будет твое мнение. Нет-нет. Но я отвечу тебе на основе того, что я считаю объективным моральным взглядом. Так что это не мое мнение. Это то, что говорит Коран и Сунна. Это не зависит от того, существую я или нет. Так что это не мое мнение. Так что это не субъективно. Потому что здесь я или нет, или есть ли здесь мусульмане или нет, Коран все еще здесь. И что объективно правильно и неправильно все еще здесь, в Коране. Это не мое мнение. Ты же приносишь свое мнение, основанное на твоем воспитании. Так что в этом разница между мной и тобой. На самом деле ты попросил меня объяснить мораль. Я просто хотел задать свои вопросы методом Сократа, чтобы посмотреть, действительно ли ты знаешь, о чем говоришь. Ладно. Мне не нужно углубляться в метод Сократа. Сократ был не единственным философом. Мне не нужно использовать его метод. Но в целом, смотри, я позволю тебе задать свои вопросы. Но ты просто сказал, что будешь задавать моральные вопросы. Так что я сначала устанавливаю реальность. Если у тебя нет стандарта для определения правильного и неправильного, если ты задаешь эти вопросы, предполагая, что это неправильно, основываясь просто на своем субъективном мнении, я просто могу сказать тебе «хорошо». Я не согласен с твоим субъективным мнением. И это может быть простым ответом на твой вопрос. Мне, в принципе, не нужно приводить тебя в основание. У тебя как бы нет ничего принуждающего, чтобы я мог сказать «хорошо». О, позволь мне объяснить это. Ты прав. Очень важно установить это. Потому что ты собираешься задать моральные вопросы. Так что продолжай, если ты хочешь задать свои моральные вопросы. После того, как мы установили эту основу, что очень важно, ты можешь задавать свои моральные вопросы. Я не возражаю. Хорошо. Во-первых, ты видишь тонущего в маленьком бассейне ребёнка и замечаешь человека, который просто наблюдает за этим и может спасти ребёнка без всякого риска для себя. Является ли бездействие этого человека моральным? Тот, кто видит тонущего ребёнка и может спасти его, но не спасает его. Это аморально и безнравственно. Да. Так этот человек безнравственный. Это действие безнравственно. Да, действие «не спасти ребёнка», верно? Да-да. Хорошо, так что… Если, конечно, нет ничего, что мешает ему это сделать, потому что ты сказал, что он может это сделать, Он может спасти ребенка в этой ситуации. Да, я сказал, что нет никакого риска для него, или что-то еще. Да. Так почему Бог не спасет ребенка? Потому что это жизнь и испытание. Если бы Бог предотвращал все аморальные и безнравственные действия, то были бы только моральные действия, в которых, следовательно, не было бы выбора между аморальным и безнравственным. Что означает, что эта жизнь не будет испытанием. Для того, чтобы испытание было, должно быть два выбора, между правильным и неправильным, между хорошим и плохим. Что означало бы, что хорошее и плохое должны быть реализованы в реальности. Ну, я не думаю, что ребенок выберет утонуть. Так почему же Бог не спасет ребенка, когда это объективно правильно, что мы должны спасти ребенка? Я ответил тебе, сказав, что это жизнь и испытание. И смерть этого ребенка может быть испытанием для родителей. Ты смотришь на смерть ребенка только с точки зрения ребенка. Но я и говорю тебе, что ребенок — это пиксель на большой картине. Так что эта картина может быть его семья, люди, которые окружают его и так далее. Смерть ребенка — это испытание для семьи. Так что есть много переменных, которые ты не принимаешь во внимание, которые являются испытанием в этой жизни. В любом случае, дети, которые умирают... Но разве он не должен спасти ребенка? Дети, которые умирают по исламу, они попадают в рай. Если ребенок умирает и попадает в рай, это награда для ребенка, а не наказание. Так что если я умру ребенком и попаду в рай, я бы сказал, умереть ребенком лучше, чем жить этой жизнью. Потому что мое попадание в рай в этой жизни может оказаться на грани провала. Ты просто говоришь о проблеме зла, которая была развечена очень много раз. Но я уже ответил на вопрос. Первое, это может быть испытанием. И второе, когда ребенок умирает, он попадает в рай. И на самом деле это награда, это милосердный акт по отношению к ребенку. И это может быть испытанием для других людей, которые находятся рядом с ним, членов его семьи, его матери и отца и так далее. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо. Тогда как мораль может быть объективной и от Бога, если Бог не спасет ребенка? Но мы морально обязаны это сделать. Бог является источником объективной морали. Он определяет, что правильно и что неправильно для нас делать. Он является стандартом правильного и неправильного. Что бы ни делал Бог, поскольку Бог добр, все, что он делает, является морально хорошим. То есть для него то, что он не спасает ребенка, это морально? Ты путаешь нас с Богом. Мы не равны. Не Бог проходит испытания, а мы. Я уже ответил, почему ребенок не был спасен. Если ты хочешь, чтобы я повторял свои ответы, то мы просто будем ходить по кругу. Я уже дал тебе ответ. Удовлетворен ты или нет, это не моя проблема. Но проблема в объективной морали. Опять же, в начале дискуссии ты сказал, что мораль субъективна. Что случилось сейчас? Хорошо. Очевидно, это связано. Объективная мораль от Бога, верно? И объективная мораль — это идея, что правильное и неправильное существует как факт, абсолют. Нет. Это концепция, согласно которой некоторые действия и убеждения являются либо безусловно хорошими, либо изначально плохими. И что доброта или зло этих вещей остаются истинными, независимо от того, во что или в кого вы верите. Я не согласен с этим определением. Это твое определение. Серьезно? Да. Нет, это философское определение. Точно. Почему я должен принимать это? Я мусульманин, я не философ. То есть ты не веришь в объективную мораль? То, что ты смеешься, не делает этой истиной. Я не ученик Сократа. Сократ не мой бог. Он может быть твоим богом, которому ты поклоняешься. Но я не философ. Сократ не мой бог. Я Аристотель, но мой бог. При всем уважении, мне плевать на то, что они говорят. Они просто люди, существовавшие в истории. То, что они сказали, может быть правильно или неправильно. Как и все остальные. То, что они говорят, не является коронической истиной. Чтобы я мог сказать, о, Сократ сказал это, поэтому я собираюсь уверовать в это сейчас. Мне все равно. Но разве эти люди не... Так что при всем уважении, твой бог, чтобы он не говорил, не имеет ко мне отношения. Я сказал тебе, что Мерила для нас того, что правильное и неправильное, это Аллах. Аллах тот, кто определяет правильное и неправильное. Так что это не похоже на то, что объективная мораль – это реальность, которая существует и которую ты можешь потрогать. Это абстрактная концепция. И эта концепция основана на Создателя. Создатель тот, кто определяет правильное и неправильное. Я уже ответил на этот вопрос. Так что если Создатель решил оставить этого ребенка, в этом есть его мудрость. Это действие является хорошим, потому что он испытывает творение. То, что ребенок утонул – хорошо, потому что этот ребенок в конечном итоге попадет в рай. Так что на самом деле это милосердный акт. Теперь, осознаешь ты это или нет, это не имеет значения. Но реальность такова. Я уже объяснил тебе это. И если мы продолжим идти по кругу, то нет смысла обсуждать с собой все эти факты. Я предпочитаю, как ты задаешь вопрос, я даю ответ – удовлетворительный или неудовлетворительный. Люди могут ясно видеть, что я ответил на твой вопрос. Тогда как объективно я... Чувак, это не делает мораль объективной. Ты говоришь, что мораль объективная, основываясь на Аллахе. Это неправильное определение объективной морали. Это твое определение. Тогда ты скажи мне свое определение объективной морали. Я только что тебе объяснил это. Я сказал, что Аллах... Определение — это то, что говорит Аллах? По определению, Аллах — это истина. Он — Аль-Хак и Он — Аль-Адль. Он самый справедливый. Это Его имена и атрибуты. Поэтому всё, что Он повелевает, является истиной, и справедливым, правильным и добром. Ладно, ладно. Так что, когда ребёнок сидит там, и он тонет в колодце, разве Бог не видит, что... Я уже ответил на это. Смотри. Знаешь, что делают атеисты? Они говорят, я собираюсь применять метод Сократа. И затем просто приводят эмоциональный аргумент. Они пытаются привести аргумент наподобие. О, смотрите, ребёнок умирает. Смотри, смотри. Ты смеёшься над собой. Ты такой оборонительный. Ты хочешь говорить рационально? Я вообще не оборонительный. Я просто разоблачаю то, что ты делаешь. Это дешёвая тактика. Либо ты обсуждаешься рационально, либо если хочешь играть на эмоциональном уровне, можешь обратиться к другим. Например, к христианам. Может, им нравятся эмоции. Но здесь я имею дело с фактами. Фактами и реальными. Так что, если у тебя есть факты, я уже ответил на твои вопросы. Тебе есть ещё что сказать. Продолжай. Я даю тебе шанс. Но ты будешь перебивать, когда я буду говорить. Я перебью, если понадобится. Ладно. Итак, ты только что закончил говорить. Если Бог позволяет ребёнку утонуть, это становится хорошим делом, верно? Я дал свой ответ. Я не хочу ходить по кругу. Я сказал, этот мир и свытание, и ребёнок попадёт в рай. Мне не нужно повторяться. Я знаю, что ты любишь повторения, но мне не нужно повторяться. Так что... Почему тогда ты спасёшь ребёнка? Потому что это испытание для меня. Я не Бог. Бог тот, кто создал испытания. Эквивалент того, что ты говоришь. А ребёнок попадёт в рай, если ты не спасёшь ребёнка? Ты хочешь получить ответ на вопрос? Эквивалент того, что ты говоришь, это... По сути, ты говоришь... Почему учитель, который даёт тест ученикам, почему он не даёт ответы ученикам, когда они на тесте? Потому что он учитель, он не ученик. Ученики те, кто имеет дело с тестом. Учитель же наблюдает за учениками. Так что это нелепый вопрос. Почему Бог не спасает ребёнка? Потому что Бог тот, кто подвергает нас испытанию. Мы находимся в испытаниях. Поэтому Бог не вмешивается в наши испытания. Он не мешает нам что-то делать. Потому что в противном случае это не будет испытанием. Так что это нелепый аргумент, при всём уважении. Я уже привёл тебе эквивалент. Надеюсь, ты понял, что я сказал. Что ж, я думаю, что... Это умственная гимнастика. Когда ты определяешь объективную мораль по-своему. Я стараюсь быть в форме. Так что иногда я занимаюсь гимнастикой. Это нормально. Это хорошо. Я думаю, это полезно. А в любом случае, я оставлю тебя. Потому что я не вижу от тебя искренности в этой дискуссии. Да, искренность — это не... Прежде чем я тебя отпущу, я уже ответил на твой вопрос. У тебя есть ещё вопросы? Очень быстро. Я дам тебе ещё один шанс. У тебя есть что-нибудь? Ты хочешь ещё один вопрос? Нет, я не хочу. Ты ведь тот, кто пришёл на мой прямой эфир. Не так ли? Нет, но я имею в виду... Это всё равно не очень хорошо. А в любом случае, мак-мак, я просто отпущу тебя. Я отпущу тебя. Я надеюсь, что однажды ты найдёшь искренность и действительно задумаешься о своих действиях. Если ты атеист или агностик, тебе должно быть всё равно, во что верят мусульмане. Я не знаю, что случилось с тобой в твоей жизни. Я надеюсь, что однажды ты, возможно, сядешь и поразмышляешь о реальности, что ты когда-нибудь умрёшь, и поймёшь, что есть объективная истина, есть объективная реальность. И что будет с тобой, когда ты умрёшь? И это моё пожелание для тебя. Это всё. Я отпущу тебя, мак-мак. У нас была дискуссия, но я думаю, нет смысла продолжать. Хорошо. Пока-пока, мак-мак. Да, потому что у тебя нет хороших ответов. Да, у меня нет хороших ответов. Хорошо, я позволю людям судить. Пока-пока. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. У меня есть буси, на котором я публикую ролики без рекламы и так далее. Заходите и подписывайтесь, в этом иншало будет благо для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok